Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и добро пожаловать в большую распаковку Сазон. Сегодня нас ждет новогодняя серия, потому что я заказала очень много новогодних товаров Сазон. Во-первых, это, конечно же, подарки, новогодний декор для дома, я вам даже покажу нашу красивую елку, которую мы заказали Сазон, и она будет со встроенной гирляндой. Безусловно, будет новогодняя одежда и различная другая новогодняя атрибутика, ну, короче, понимаете, полный Happy New Year. Так что давайте начинать, поехали! И начнем мы с вами вот с таких красивых коробочек, которые наполнены диффузорами. И вы просто посмотрите, какая на них низкая цена. У каждого диффузора красивое название, это у нас Искрящийся Сне, далее новогодняя конфетти и канун Рождества. Все диффузоры от бренда Аромагармония, и поскольку они в таких красивых коробочках, я думаю, их можно купить не только себе, но и на подарок. Также можно вот так вот, раскрыв коробочку, подписать, кому ты это даришь, по-моему, супер мило. На боковой грани каждой коробочки можно уловить ароматы, которые включают в себя диффузор. Например, Допустим, Искрящийся Снег пахнет зеленым бергамотом, апельсиновым цветом, Искрящимся лимоном, цветком мандарина и ванилью. Поскольку я уже вся в процессе обустройства дома к Новому году, вы это не видите, но поверьте, я вся в процессе. И да, с первым днем зимы вас поздравляю, 1 декабря, ура, ура. Я хочу это все распаковать и, конечно же, понюхать. Ну что ж, вот такая красота получилась. Новогодняя конфетти, конечно, подкачалась цветом. Нужно было здесь использовать, наверное, какой-то другой краситель или ароматизатор, который не дает такой желтый цвет. Но аромат, он просто божественный. Это, правда, самый сладкий аромат из всех. Я чувствую нотки корицы и сладкого лимона. Настроение поднимает, и аромат действительно сильный. Ммм, канун Рождества, он пахнет елочкой и чем-то таким сладеньким, по типу сладких булочек. А вот искрящийся снег мне почему-то напоминает запах баблгама. Еще одна покупка для дома, это вот такие вот варежки. Как видите, они в моем стиле этого года, в таком бежево-черном. Хотелось бы, конечно, в бело-черном, но я таких не нашла. Я искала варежки именно не в ярких красных цветах. С обратной стороны они черные, а спереди у них такая минималистичная елочка. Написано Christmas Trees, Farm Fresh. Для меня очень важно, чтобы варежка действительно была плотной. Но здесь она такая, средней степени. Но пиццулечку из духовки достать можно. Пока что они вроде бог, стоили недорого, порядка 250 рублей. Нитки, конечно, торчат, но куда без этого. В целом они меня устроили, так что ставлю 10 из 10. Еще один вариант новогоднего подарка. Его мне, кстати, скинули мои подписчики в телеграм-канал. Типа, Маша, тебе это надо. А мне это действительно надо. Уж очень хочется посмотреть. Это набор зубных паст от бренда Klaz. Называется Merry Klazmas. Merry Christmas, но только Merry Klazmas. Посмотрите, какая красивая упаковка. Три вида зубной пасты с ароматом имбирного пряника, глинтвейна и корицы с мятой. И еще и подарок здесь нас внутри ждет, о котором нигде не сообщили. Это свечка именная. Пахнет никак. Вот просто парафиновая свеча. Но, тем не менее, очень приятно. Спасибо. Выглядит презентабельно. Можно смело брать на подарок. Я бы точно обрадовалась. Вы знаете, как я люблю чистить зубы и как я люблю зубные пасты. Давайте попробуем. Посмотрим, как это на вкус. Обзор зубной пасты со вкусом имбирного пряника. Паста имеет приятный бежевый оттенок. Очень сильный аромат имбиря. Вот этой вот имбирной сладости. Мятная, но по вкусу очень имбирная. Имбирному прянику я определенно ставлю лайк. Это нужно попробовать всем, особенно, кто любит имбирное печенье. Давайте заценим тему с глинтвейном. Обозреваем цвет. Он белый, неожиданно. Я думала, будет какой-то бордовый хотя бы. Это слишком пряно. Это правда вкус глинтвейна, но он прям, знаете, такой супер на любителя. Чувствуется бадьян. Бадьян. Теперь самый дедовский вкус, как по мне, корыца с мятой. Давайте смотреть. Тоже белая. На удивление, корица с мятой самая классная по вкусу. Она, знаете, такая самая сбалансированная. И мята чувствуется очень приятно. И корица. И это все так классно сочетается. Вот это вот точно стоит 10. Хотя я думала, что она будет самая простая. Но нет. Даже захотелось зубы почистить. Как я вам и обещала, начинаю показывать классные варианты подарков на Новый год. И такую сумку, думаю, захотят многие. И это поясная сумка PIXU от бренда Divum. Главную фишечку я вам покажу чуть позже. А сейчас хочу отметить ее лаконичный дизайн, который подойдет под любой стиль и любой сезон. Ведь сумка непромокаемая и можно гулять с ней в любую погоду. Будь то дождь, снег или ураган. Да и в целом ощущается, что сумка выполнена из качественных материалов. Ну и самое интересное, это пиксельный экран. Скажите, выглядит просто потрясающе. Не просто необычно, а прям завораживающе. В толпе точно будете выделяться и сможете подчеркнуть свою индивидуальность. Настроить изображение можно в приложении Divum. Оно на русском языке и его можно скачать как на iOS, так и на Android. И как раз таки в нем можно выбирать настройки по душе. Например, настроить бегущую строку, выбрать веселые анимации. Я, например, очень хочу поднять свое новогоднее настроение, поэтому выбрала такую. Но их в приложении огромнейшее количество и можно хоть каждый час менять по настроению. Даже можно рисовать что-то свое и сделать индивидуальный дизайн. Это вообще просто потрясающе. Можно развивать свой творческий потенциал, не отвлекаясь от рутинных дел. А если лень рисовать, но творчества хочется, есть раскраски. Вы представляете, в сумке раскраска, которую можно раскрасить по своему настроению. Ну и теперь вас не буду докучать вопросами, который час и какая погода. Ведь эту инфу можно вывести на экран сумки и быть многим полезным. М. Многофункциональности. Ну и самое сладенькое я оставила на десерт. Игры. Да, теперь на своей сумке можно не только поспать, сидя на скучной паре, но и зарубиться в игре. Прям фантастика какая-то, да? А для нас это еще и Б. Безопасность. Ведь гуляя с такой сумкой в темное время суток, нас точно видно в любой точке поселка. Даже на неосвещенных улицах. И на прогулку можно взять буквально все, что нужно, и это поместится в нее. Так, например, я обычно беру с собой два телефона, ключи, небольшой штатив, маленькую бутылочку воды и пару продуктов косметики. Ходит все и даже место остается. Практичный, а главное необычный и запоминающийся вариант подарка. Как и портативная колонка Дивум Лавлок. Скажите, вы ну никак не ожидали увидеть такую милоту? Одна только упаковка, чего стоит презентабельно и визуально полная эстетика. И можно не заморачиваться над упаковкой, если берешь ее в качестве подарка. Ну и как вы понимаете, это необычная колонка, она выполнена в форме замочка. Милота явно зашкаливает. Но, несмотря на всю эту мимимичность, она может похвастаться хорошими характеристиками. Во-первых, одна из самых главных фишек – качественный, хороший звук. Возможность записывать звуковое сообщение до 60 секунд. Не забудь разбудить меня в 7. Не забудь разбудить меня в 7. Ну и, конечно же, интересный функциональный дизайн. Она реально компактная, помещается на ладонь и весит при этом всего 86 грамм. Внимание, мощность звучания 5 Вт, что для такой малышки очень даже хорошо. А непрерывно работать без подзарядки она может около 5 часов. Но благодаря технологии hands-free можно принимать звонки и разговаривать по громкой связи до 10 часов без перерывов. Более того, есть возможность синхронизировать сразу две колонки сразу, чтобы получился стереоэффект для лучшего звучания. Так что у Деда Мороза можно просить сразу две малышки. Кстати, это весь замочек, так что с креплением куда угодно нет никаких проблем. Можно прицепить хоть на сумку, хоть на джинсы. Ну или просто поставить на рабочий стол в качестве красивого элемента декора. Мне безумно нравится, как она выглядит. Реально поднимает настроение. И в первую очередь бросается в глаза ее качество изготовления. Сразу видно, что сделано на славу, выглядит очень презентабельно. Такой замочек любви будет реально классным и запоминающимся подарком, как второй половинке, так и подруге, сестре, дочке или даже маме. Все ссылки на товары Диву вы найдете в описании. Главное, успейте заказать, пока все не разобрали на подарки. Встречайте, большой имбирный пряни. Прям как пряня из Шрека. Я заказала такой набор. Он, правда, был вообще небюджетный. Я думала, что этот пряня будет чуть-чуть, хотя бы побольше. Он из Германии, насколько я знаю. Ехала ко мне реально долго, недели две. Хотя это был обычный озон, не озон глобал. И здесь, по сути, набор для того, чтобы изготовить этого пряня. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Ого! Это все? Это все за такие деньги? Тут даже нету глазури? Ааа, девочки! Он мягенький, как будто свеженький. Вот буквально вчера из печечки как будто достали. Пряня соответствует картинке по размеру. Один в один, посмотрите. Кто хочет пряню в 100 грамм за полторы тысячи, вы знаете, где взять. Попробуйте угадать, что это. Та-дам! Это мини-открытки. Здесь их 50 штук. И это стоило всего лишь 250 рублей. Я заказала такой набор, чтобы складывать их в заказы на Авито. Тут различные форматы открыток. Они не все одинаковые. Допустим, Новый год, Новая глава от 2024. Следующие открытки уже с дракошей. Зимняя сказка. Отличного Нового года. Счастья целый мешок. Сладкого настроения. С наступающим. Новый год к нам мчится. С Новым годом 2024. Новогодних чудес. Подарок для тебя. И просто Дедушка Мороз с дракончиком. Написано 2024. Еще мне тут что-то положили в подарок. Вот такой вот календарик. Мир прекрасен, потому что в нем есть сты. Это очень круто. Пуятный бонус. Определенный лайк можно как дополнение к подаркам складывать. Та-дам! Друзья, я даже заказала звезду на елку на Азоне. И она не простая. Она должна еще и моргать. Вернее, гореть милыми желтыми огоньками. Серебряного цвета, конечно же. И здесь нужны батарейки 2А. То есть пальчиковы. Мы даже не проверим. Они у нас все закончились. Представляете, вот только заказала. Давайте хотя бы посмотрим, как она выполнена. Ну, во-первых, блесточки не самого лучшего качества. Она стоила порядка 500 рублей. Достаточно бюджетно для звезды, которая еще и горит. Но выполнена она честно так себе. Но в целом, если смотреть издалека, и это все будет на елке, я думаю, о, когда сейчас смотрю через камеру, мне она нравится. Кстати, какая у вас будет звезда на елке? Пишите в комментариях. Красная, белая, серебряная, золотая. Или, может быть, это вообще будет не звезда, а какая-то совершенно другая форма наконечника. Будет интересно прочитать, так что пишите. Мы так потихоньку подкрались к бьюти. Я нашла целый набор косметики в новогоднем формате от бренда Холиполи. Здесь у нас крем для ру, сухой шампунь и, конечно же, бальзам для губ. С него-то мы с вами и начнем. Он с ароматом кремового ликера. Да, они сейчас продаются и в магнит, и в магнит косметик. Но я заказывала этот набор недели две назад, и тогда это для меня была прям ультра новинка. Внутри нас идет вот такой стик с бальзамом для губ. В привычном нам формате от Холиполи. Не круглом, а овальном. Кстати, это очень удобно. В целом, здесь нету цвета. Самое главное, здесь есть очень хорошее увлажнение. Я оближаю бальзамы от Холиполи. Они реально защищают губы. А этот и вправду пахнет сливочным ликером. Знаете, вот тот самый бэллис. Сухой шампунь называется Crazy Coco. Наверное, будет аромат ананаса. Кстати, вот такие я в магазине не видела. Слушайте, правда, пахнет очень сладенько. Есть какие-то нотки кокоса, но вот не того самого кокоса а-ля Баунти, а кокосовой водички. И немножечко есть аромат классического шампуня от Холиполи. В целом, лайк буду с удовольствием пользоваться. Ну и крем для рук. У нас тут аромат амбер и ваниль. 75 миллилитров. Кстати, кремами для рук от Холиполи я пользуюсь редко, так что сейчас заценим. Текстура достаточно плотненькая. После сухого шампуня аромат уже не кажется таким сладким. А знаете, он какой-то больше статусный, что ли, видимо, за счет амбры. Ой, ну это классно. Пахнет очень дорого, если вы понимаете, о чем я. И впитывается, как видите, быстро. Бренд Холиполи я очень люблю. Я всегда вам об этом говорю. И все продукты мне понравились. Самое главное, у них классный аромат, и они все рабочие. Кстати, я знаю, что многие будут искать ссылки на товары из этого ролика. Они всегда есть в моем телеграм-канале, так что заглядывайте туда. Так, девочки, у нас тут немножко бытовуха. Бытовуха тем временем горчится. Окей, ладно, об этом поговорим попозже. Прошу любить и жаловать четыре вида пропитки водоотталкивающих. Как вы знаете, мы очень любим зимой ходить в вугах. Да, и в принципе, я люблю обувь из замши или из нубуга. Я подтолкнула себя на это действие. Заказала сразу четыре вида, потому что так я и не поняла, какая из них действительно классная. Первая водоотталкивающая пропитка у нас от бренда Тараго. Соли Мат, еще бренда Тараго и Сафир. Надеюсь, что в ближайшее время все это протестирую и расскажу вам, что понравилось, а что нет. Собственно говоря, та самая горчица. Когда Озон мне предложил эту баночку, такая, все, мне это надо. Я очень любила горчицу из Икеи. Она была такая и остренькая, и сладенькая. Знаете, вот та самая. И я подумала, что вот это будет, наверное, что-то нечто похожее. У нее еще и хорошие отзывы были. Горчица из Испании. Как вам такое? Ммм, как это пахнет. Знаете, уже хочется взять хот-дог. Но я возьму вот такие хрустящие крекеры. Знаете, учитывая то, что я не завтракала, это будет мой первый прием пищи. Очень интересный выбор. Это было отвратительно. Пахнет, кстати, приятно. Действительно сладкой, такой немножечко остренькой, пряной горчичкой. Слушайте, а ты думала, любишь кушать? Нет. Не хочу. Кислое. Не лайк, дизлайк. Прости, горчица, но мы заносим тебя в черный список. Не декором и едой единой будет эта распаковка. Немножечко отличемся на бьюти-тему. Я себе опять заказала кучу патчей. На этот раз попробовать решила еще и увлажняющий от бренда Mascaholic. Я вам уже рассказывала про вот эти зелененькие детоксы. Только они меня спасают по утрам, потому что мы сейчас крайне мало спим. Иногда по 3-4 часа. И знаете, глаза открываться по утрам не хотят, пока я не наклею на себя эти патчи. И поскольку мне предыдущий вариант детокс понравился, заказала увлажняющий, как я сказала. Это больше, наверное, оператору, а себе я взяла еще вот такие вот выравнивающие тон кожи. Они тканевые, абсолютно все увеличены. Они располагаются даже на щеках, и это очень удобно. В каждой упаковке по 4 пары патчей. Сейчас попробуем с вами выравнивающие. Они должны уменьшать выраженность темных кругов, увеличивают эластичность и упругость кожи, а также увлажняют кожу и разглаживают мелкие морщинки. Поскольку я в макияже, как всегда, моей подопытной курочкой будет мой оператор. Они быстро высыхают, действительно, за 15 минут патчи уже абсолютно сухие, их нужно снимать. Итого, вот такая красота у нас получается. Как тебе ощущения? Нормально. Мне знаешь, что нравится, что они охлаждают, и так вот, правда, как будто очень сильно увлажняют кожу. Оператор у нас тоже не выспался, поэтому не серчайте. Глаза еще не открылись. Мой лайфхак от меня, чтобы патчи еще работали, лучше их хранить в холодильнике. Тогда они вообще такой супер дренажный эффект дают за счет холода. Мне очень нравится. Боже, что с ним произошло? Мне его отправили без крышки. Представляешь, тут нет крышки. Сходка и сходка. Да, это же, смотрите, здесь даже есть адрес другого человека. Такое, конечно, у меня впервые. Как вы, наверное, многие поняли, это автозагар от моего любимого бренда автозагаров. Сатморис, если мне действительно нужно быть загорелой, я стараюсь пользоваться им. Это версия, которая действует за 60 минут, то есть экспресс, и у меня он в оттенке медиум. Ну, по факту он действует через 3 часа, но через 60 минут уже, типа, будет лервый такой вот небольшой намек на загар. Но такое, девочки, ну что это такое? Ладно, посмотрим. А это я очень сильно ждала, просто нашумевшая тушь от Vivienne Sabo, которая называется Lex Tass. Я заказала в розовом футляре тушь с эффектом по-настоящему невероятного объема. У этой туши пластиковая кисточка, и она у меня в первом оттенке. Должна испытать каждое. Вот, я видела, когда рекламу этой туши у других блогеров, они говорили так. Это должна испытать каждая. Ну, я думаю, никому не стоит объяснять, на что это похоже. Давайте просто думать, что это просто тушь. Внутри нас ждет достаточно стандартная силиконовая кисточка с редкими зубьями. Скорее всего, за счет этого она будет очень хорошо удлинять ресницы. Но насчет объема, не знаю, нужно будет проверять. Аромат у нее такой же, как у базы, у туши Cabaret. С удовольствием ее проверю, наверное, завтра, потому что сегодня я уже при макияже. Либо во влог сниму, либо в свой телеграм-канал сниму кружочек, покажу, как она вообще в действии. Ну, хотя на нее столько обзоров, что мне кажется, что, ну, никому не интересно, что она, как она и где. Но мне очень интересно. Как и эта малышка. На этот раз у меня снова в руках что-то розовое, но это уже от Beauty Bomb. И это у нас жидкий контуринг для лица в оттенке 01. Визуально он не очень напоминает контуринги от Fenty Beauty. И посмотрите, какой у него аппликатор. Не только визуально внешне, но и визуально внутренне похожи на Fenty Beauty. Внутри нас ждет сам продукт. И я не понимаю, честно говоря, до конца, как я буду доставать этот продукт, когда он начнет заканчиваться. Оттенок нейтральный, ближе, наверное, даже к теплому. Он точно не холодный. И он не суперпигментированный. Смотрите, его можно прям наслаивать, наслаивать, наслаивать. У него такой приятный аромат, немножечко с ванилькой. Мне нравится такой эффект теплоты. Будет напоминать о летних днях. И, в принципе, я люблю контуринг больше схожий с бродзером. Супер теплый. Мне кажется, мне такой больше подходит. Чтобы вы понимали, здесь целых 5,5 мл продукта. В общем, будем тестировать за упаковку, за внешний вид. Ну и в целом за дизайн я поставлю 10 из 10. Мне очень нравится. Так выглядит как-то премиально и богато, что ли. А сейчас, внимание, система умный дом подъехала. Попробуйте догадаться, что это такое. Это, кстати, наверное, будет очень хорошим подарком для тех, у кого есть домашние питомцы. Если, конечно, эта штука окажется действительно рабочей. Я о ней слышала по телевизору. И теперь вы сможете следить за своей собачкой 2,4 на 7. Даже когда уезжаете, улетаете, уходите из дома, она будет под вашим присмотром. Это робот с камерой, с колесиками, который ездит по дому и следит за вашим питомцем. Я нашла только на Озон за адекватную цену. Порядка 13 тысяч я за нее отдала. Хотя у другого продавца эта же штучка стоила 27, так что ухватила. Называется и на бут. У меня вот такая модель. Возможно, есть какая-то другая. Как это работает, мы сейчас с вами будем разбираться. Тут абсолютно все, конечно же, на китайском. Но главная функция ее в том, что можно следить за своими кошечками, собачками, может быть, кроликами, которые спокойно гуляют по дому. Та-дам! Запаковано все хорошо, все целое. Приехала, что меня радует? Будет станция сама закреплена. Конечно, конечно! Есть станция, сам робот выглядит достаточно маленьким. Есть микрофон, Денис. То есть ты можешь связываться. Говоришь, Фунтик, прекращай так громко храпеть. Или говорит, Баксик, покушай. Приятного тебе аппетита. Камера находится вот здесь. Колесики непростые. Они как бы тракторные. И есть вот такая гусеница. Давайте разбираться, как это все работает. Можно вставить флешку. Она уже тут есть, посмотри. Флешка на 32 гига. То есть будет сохранять видосики. Вообще все должно работать по Wi-Fi. И насколько я поняла, все должно синхронизироваться с приложением. То есть ты заходишь в приложение и смотришь, что в доме происходит. Подключается все через USB. Все, что мы можем взять от этой инструкции, это вот этот QR-код. И, внимание, здесь есть ключик, как в телефоне. Посмотри, гусеница-то с лапками. Она непростая. Там гравировка лапок. Сейчас будем скачивать приложение, разбираться с настройками и вернемся к вам. На самом деле настройки оказываются не такими уж простыми. Там нужно много разных движений. Даже показываем QR-код на камеру, чтобы все синхронизировалось. И он уже разговаривает. У него такой смешной голос, знаете, он такой супер милый. Приморгает. Сердечко, сердечко появилось. Ой, так быстро, быстро. Ну, это, видимо, синхронизация происходит. Внимание, прямо сейчас появится картинка. Ура. Денис, ты очень большая собака. Круто. Качественно. Слушайте, у нас была проблема. Кто будет покупать такую штуку, имейте в виду, на приложение, которое кидает вот этот QR-код, оно неправильное. Нужно скачать другое на русском языке. И тогда только есть возможность подключиться. Круто. Ездит все. Как быстро. Да. Не урони его. Спускаем на пол нашего нового питомца, который будет следить за другими питомцами. Еще разговаривает. Знакомство Фунтика. Да, я так и знала. Я так и знала, Фунтик, что ты будешь это с ним делать. Враг уничтожен. Это заплещено. Это частная территория. Съемка заплещена. Вылупай камеру. Ребят, зацените, как нас хорошо видно. Фунтик просто уничтожил. Смотрите, как его больно. В прямом эфире Фунтик уничтожает нового робота. Это так забавно. Заказываем второй, потому что чувствую, этот проживет недолго. После таких страданий, в принципе, робот выглядит неплохо. Целый. Фунтик нашел. Все, минус камера. Фунтик. Фунечка, я за тобой слежу. Морда бешеная. Внимание, тестируем функцию, чтобы можно было собаке что-то сказать. Обалденная вещь. Просто шикарная. Еще бы кто-то ее не пытался уничтожить. Да, Фунь? В целом, я безумно рада, что все-таки рискнула заказать это. Ибо СЕ. Я так пострелила, у нас даже нет обзоров на русском языке. Мы, наверное, одни из первых, кто его заказали. И не пожалели. Уже думаем заказывать вторую, потому что, ну, реально, тема классная. Конечно, есть возможность, что Фунтик все раздерет. Но мы будем его успитывать и пояснять ему, что это не его игрушка. Вот это будет самое тяжелое. А так, бомба. 10 из 10, у кого есть животные, действительно вещь полезная. Да, друзья, теперь переходим к одежде. У меня тут будет много одежды. И первое, что я хочу вам показать и сама посмотреть, это вот такая вот шикарная шапка-ушанка. Она стала меньше 2000 рублей. Конечно же, здесь искусственный мех. Она белого цвета. Мех белый, очень приятный. Сверху у нас кожзам. Но кожзам тоже достаточно мягкий. Такой, знаете, который не стоит колом. Я очень надеюсь, что она мне подойдет по размеру. Но прежде, чем ее примерить, покажу, какой у нее подклад. Здесь стеганный подклад с нереально мягким наполнением. Я знаю, что они мне идут. Я прям такая настоящая вот ух, матрешка. Хотелось именно белую шапочку, чтобы смотреться нежно, красиво и так по-снежному. И в целом, по-моему, в точку, да? По-моему, я прям попала. При желании можно завязать вот эти штучки сзади. Я такая настоящая, буду Маруся. Можно идти на Красную площадь и кушать там икру ложками. Размер шапки универсальный с 56 по 61. У меня где-то размер головы 58. И она мне, как видите, подошла. Хорошая шапка, рекомендую. Там еще были другие цвета. Я думаю, за белой придется погоняться, потому что она самая, как мне кажется, красивая. Ставлю 10 из 10. Встречаем серебряный ремень под мои серебряные джинсы, которых у меня стало очень много. Это ремень от бренда Gloria Jeans. В размере 105 сантиметров. Выбирала, наверное, самый бюджетный, потому что думаю, а зачем тратиться? Мне буквально на пару раз. Ремень имеет приятный серебряный перелив. И также у него есть дополнение в виде вот таких вот серебряных клепок. Кстати, сводится так немножечко по-гранжовому. Главное, чтобы он мне подошел по размеру. А с этим все окей. Хоть и на последнюю кнопку. Но если одевать где-то повыше, то тогда уже ситуация будет намного лучше. За свои деньги, я думаю, лучше даже не найти. Тем более фирма Gloria Jeans. Не уходим от серебряной темы. Все-таки этот цвет сезона я нашла на страничке бренда Gloria. Вот такую вот красивую маленькую сумочку. Я понимала, что она будет малышка, но не думала, что настолько. Внутри у нас одно большое отделение. Есть подклад. И есть маленький такой кармашек, чтобы сложить какие-нибудь блески для губ. Либо что-то еще более мелкое. По факту сумка реально как будто детская. Знаете, такая чисто для фотографий. Давайте посмотрим, что сюда войдет. Телефон. Powerbank. Самый большой. Ножик. Второй телефон. Я думаю, при желании еще можно положить и третий. Главное, чтобы ручка выдержала. Я, конечно, понимаю, что не с этим аутфитом, но смотрится все равно очень миленько. Видите, Фунтик даже заценил. Как тебе моя сумочка? Ой, маф, такая свелка вообще, такая прикольная. Дай потовкать. Ну, как говорится, захотел. Держи. Все мы знаем про куртки Тедди, но вот кепки Тедди это что-то новое. Макро-тренд этого сезона. И вот у Глории тоже была кепочка такая. Думаю, ну надо брать. У нас тут Тедди такого нежно-бежевого оттенка с буковкой B. У меня кепки редко идут, и мне кажется, что эта кепка мне тоже будет мала. Но сейчас узнаем. Внутри нас ждет чуть-чуть-чуть-чуть подклада. То есть, это типа такая зимняя кепочка, но подклад тоненький. Но греть голову будет. Ой, она абсолютно неглубокая на маленькую голову. Смотрится на меня максимально смешно. Сверху, если капюшончик накинуть, будет нормально. Это чистый аксессуар. По факту она ничего не греет. Надеюсь, с этим шарфом такого не произойдет. Это снова бренд Gloria Jeans. Боже, какой же он тоненький. Шарф абсолютно необъемный. На карточке товара он смотрелся куда масштабнее. Такой полупрозрачненький. По ощущениям он очень мягкий, приятный. Кисточки у него красивые. 100% полиэстер. Ну, тут немножко разочарование на самом деле. Еще один ремень. Он был по какой-то супер скидке. Это снова бренд Gloria Jeans. И он у меня в размере также 105 сантиметров. Значит, подойдет. Он такой немножечко а-ля кайфбойской эстетики. Мне нравится, что бляшка выполнена бронзо-хром с затемнением. Выглядит по факту дороже, чем он стоил. И сам ремень в приятном шоколадном оттенке. Опять-таки на последнюю застежку. Но все равно села хорошо и выглядит действительно дорого. Определенно этот ремень находка. Так что ставлю ему 10 из 10. Друзья мои, узнаете? Это снова бренд, который называется Miakara. Помните пижамку новогоднюю, клетчатую? Я заказала такую же, но в другом цвете. Очень она мне уж понравилась. Эту пижаму мне скидывали подписчики. И благодаря вам я узнала о таком бренде. У них достаточно бюджетные пижамы, которые очень приятные к телу, с хорошим составом. И нереально классно сидящие на теле. Здесь у нас клетка в нескольких цветах. В основе лежит белый, голубой, черный, желтый и красный. Ну и, конечно же, немножко зеленого. Достаточно такая объемная кофточка и широкие штанишки. Эту пижаму я заказала в размере 50-52, как и предыдущую. Но если хочется посвободнее, то лучше брать на размер больше. Вы посмотрите, какие здесь классные швы, как классно обработаны края такой атласной лентой. Пуговки подобраны в тон. В целом, к качеству пошива нет никаких нареканий. Наоборот, мне кажется, почему так дешево? Такая пижама стоила 2 200. Аналогичная стоит порядка 4-5 тысяч, если смотреть на качество и материал. По составу это 100% хлопок. Ленточка на брюках тоже новогодняя. И, что немаловажно, у брюк есть карманы. В общем, и практично, и уютно, и красиво. Еще одна пижамка. На этот раз от бренда BeFree. Она дороже в два раза. И здесь каждая вещь заказывается по отдельности. Брючки стоили порядка 2 500. И кофточка тоже стоила порядка 2 500. Начнем, наверное, с брюк. Сразу хочу сказать, что очень сильно отличается цвет от карточки товара. Там он более белый, а по факту он какой-то пломбирный. Брюки должны быть свободные. 97% полиэстер и 3% эластана в составе. Но ощущается такая холодная ткань. Я вообще этот костюм заказывала, чтобы наряжать елку. Знаете, такой нарядный вариант пижамы. Если брюки кажутся обычными, ну просто что-то белые, то вот блузка, это самый сок. Она максимально нарядная, благодаря вот таким вот рукавам с перьями, которые стоят дыбом. Я все заказывала в максимальном размере эль. Также такая пижама есть в бордовом и черном цвете. Но я хотела чего-то светлого, а сейчас думаю, что надо было брать бордовую. Самое главное, что перья здесь выглядят нормально. Не как какие-то погрызанные гуси, лебеди и мухи. Могло бы быть и хуже. В целом действительно нарядненько. И перья, конечно же, можно отцепить. Они держатся на пуговицах. И с трудом, но атласную ленту с перьями можно снять. Первое ощущение прохладные. Как бы я не любила Be Free, но здесь что-то явно пошло не так. В целом мне нравится, как сидит эта пижама. Но это не лучшая пижама, которая была когда-либо на мне и у меня. Да, она нарядная. И мне кажется, она, знаете, чисто для каких-то съемок. Визуально выглядит неплохо, но комфорта в ней не стоит ждать. Брючки действительно объемные. Мне немножко не хватает длины. Я их прям вот приспустила. И они очень прозрачные. У меня сегодня веселая бельишка. И оно просвечивает. Это меня немножко смущает. Поскольку на мне размер L, рубашка тоже свободная, но мне так комфортнее. Если бы было меньше, я думаю, мне бы понравилось менее. Я, наверное, поставлю где-то баллов 6 из 10, потому что ощущаю себя я в ней не какой-то суперпринцесса, а просто такая. Одела пижамку с Алиэкспресс. Ну вот по факту. Но для фотографии лучше не придумаешь. Главное все отпарить и антистатиком обработать. Мы сейчас с вами снова переоденемся. Ведь я заказала какой-то нереальный костюм. Начнем, пожалуй, с кофточки. Это бренд Сэла. Опять-таки, все заказывается по отдельности. О моей любви к бархату, думаю, не стоит говорить. Я обожаю бархатные костюмы. Это и уютно, и красиво, и в первый мир. На этот раз у нас здесь не стандартно худи для подобных костюмов. Оно не укороченное, а обычной длины. Даже, можно сказать, удлиненное. Очень тяжелая, ткань безумно мягкая. Она, знаете, прям такая плюшевая. У меня размер L. И по составу здесь у нас 95 плестр и 5 эластана. Теперь смотрим брюки. Это самое главное. Посмотрите, какие они длинные. Раскрешенные. И я надеюсь, что они будут с высокой посадкой, потому что на модели было не совсем ясно. Сшито все хорошо. Но это Сэла. Здесь обычно всегда нареканий по качеству нет. Все-таки Сэла очень хорошо шьют. Также на толстовке есть капюшон. У капюшона есть вот такие вот шнурочки. И посмотрите, концы на шнурках обработаны. Ой, ну это прям восторг, особенно после предыдущего комплекта. Одежда что-то невероятно мягкое, приятное к телу. Чуть-чуть тебя согревающее. Посмотрите, какие длинные брюки. Это просто восторг. Девушки, у кого рост выше метра 70, бегите, скупайте. Они мне даже длинные. Кстати, я не заметила изначально, но у брюк, к сожалению, нет карманов. Посадка действительно высокая. У брюк все приятно так облегает. Размер немножко мне большой, можно было брать и М. Но чем больше, тем комфортнее. Проверяем замочек. Эх, тяжело идет. Он, конечно, работоспособный, но уж очень тяжелый. Мне кажется, вот эта вот собачка, которая в этом замке, она слишком маленькая для такого изделия. Капюшон тоже порадовал. Он не сильно глубокий, но в то же время скрыться в нем можно. И при желании вот так вот затянуться. И вообще будет просто... Ставлю 100 из 10. Мне очень понравился этот комплект одежды. И что самое удобное, можно по отдельности заказать разные размеры. Допустим, верх М, низ Л и так далее. Сами понимаете, курточек много не бывает. Чисто ради интереса заказала вот эту куртку, потому что ну такого редко встретишь. Это не шубка Тедди, не пиджак Тедди, не худи Тедди. Это куртка Тедди, она плюшевая. Я так полагаю, на холодное время года продумано. И замок, и клепки, все, чтобы вас не продувало. Конечно же, это бренд Зарина. На ценники цена в 6600, но я заказывала дешевле, в районе 4000. Это у меня размер 48. У куртки есть подклад и даже некий наполнитель. Сейчас узнаем, что здесь. В основе полиэстер 100%, ворс 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер и утеплитель 100% полиэстер. Девочки, эта куртка на 400% состоит из полиэстера. У данной куртки прямой фасон, максимально белый нежный цвет и есть капюшон. Кстати, он отстегивается при желании. Это круто, правда. Вот это лайк 100%. Посмотрите, какая ровная строчка, подклад пришит ровненько. Единственное, пока что для меня минус, она тяжелая. Я не люблю тяжелые верха, всегда стараюсь брать что-то легкое, но если она теплая, то можно потерпеть. Давайте примерим. Она прям такая, знаете, тулупчик. По размеру вроде бы подошла. Рукава длинные, все как надо. Тут прям все как по маслу. На минус 15 точно покатит. Поп, конечно, не прикрыта, но я чувствую, что она мне уже начинает греть. Знаете, это вот та самая куртка, которую одел и такой... Я робот. Будем махаться. Вау, вам даже перчатки не нужны. Посмотрите, какие здесь карманы. Они из флиса, очень мягкие и теплые. Вау. Затест капюшона пройден. Он большой. Не очень комфортный, он тяжелый какой-то. Чувствую себя астронавтом. Ой, ну эта куртка точно вот прям самые такие, знаете, лютые январские, февральские морозы вас спасет. Мне нравится. Теперь хочется посмотреть на нее без капюшона. Получаем что-то на деловом, что-то на классическом. Без капюшона, честно, мне нравится больше. Выглядит как-то более элегантно, что ли, более нарядно. Подороже. Оценка от оператора будет? Действие влезти. Правда? Хорошо сидит? Да. Девочки, мальчики, ну я без бытовой химии, это просто не я. Но это заказал Денис. Представляете, он психанул и заказал. Универсальный эко-гель для стирки от бренда Wander. Мы прям подружились с этим брендом. Очень нам нравится вся их продукция, которую мы пробуем. И на зоне есть вот такие вот большие форматы. 3 литра, 780 мл. Тут целый галлон. Запах обалденный. У меня уже был такой гель. Он немножко цветочный и немножечко с дужком чистоты. Вот именно с дужком. Хороший гель действительно отстирывает. И даже запах после него иногда остается. Next. Пролилось. Какая же печаль. Это такой же гель, только в маленьком формате. Следующий гель уже для черных вещей. Я стараюсь черные вещи стирать специальными моющими средствами, чтобы цвет не обомывался. От бренда Wander купила впервые. Раньше у меня была ласка. Ой, какой он приятно пахнет. Понюхай. Чем-то ванильным и немножко печеньками. И пятновыводитель для цветных тканей. Это себе Денис заказал. Он все кофты свои зафоршмачил. Я уже отказываю их отстирывать, потому что сил нет. Вот сам будет выводить пятна. Следующий эко-гель купила впервые. Попробовать чисто из-за аромата. Это, смотрите, пудра и иланг-иланг для стирки цветного белья. Должно быть, наверное, что-то невероятное по запаху. Я люблю аромат иланг-иланга. И здесь он такой очень отдаленный. И такое, видите, бывает здесь отдельный пульверизатор. И еще один пятновыводитель. Он именно для жирных пятен, которые Денис и очень любит ставить на свою одежду. Буду все тестировать. И если мне все понравится или наоборот, если не понравится, расскажу либо в телеграм-канале, либо в каком-нибудь из влогов. Ну а пока что точно могу рекомендовать гель для стирки. Они просто невероятные. Неожиданно, но фактно. Мы заказали строительный пылесос от KERHER. Впереди нас ждут дома кое-какие строительные работы. Наш старый строительный пылесос сломался уже давно. И вот время пришло. Выбрали модель вот такую. KWD3. Честно, выбирала самую бюджетную. Но самое главное, что это бренд KERHER. Мы ему доверяем. У них всегда вся продукция качественная. Нам тут говорят, что у нас есть в комплекте сменные пакеты и фильтр. Их пять, девочки. Вот такой вот черный шланг. Посмотрите, какой он толстый. У строительных, хозяйственных пылесосов всегда такие большие шланги, чтобы большой мусор можно было засасывать. Палочка-сосалочка. Одна из насадок. Возможно, она вообще будет одна. Еще одна палочка-сосалочка. Насадка на насадку. Смотрите, с щетинками, чтобы мелкий мусор можно было собрать. Мелкую пыль. Колесики. Они прям как на компьютерном кресле. Самое главное, сосалка, чтобы, знаете, когда что-то присверливаешь, можно было сразу мусор высасывать. Есть еще вот такая вот узконаправленная насадка. Шлевая. Длинный кабель. И сам пылесос. Смотрите, какой он красивый. Наверное, на ковре будет интересно протестировать вот эту насадку. И с насадкой на нее. Это такое, знаете, буквально алюминиевое ведро. Недаром этот пылесос называется хозяйственный. Но прежде мы сюда прикрутим наши колесики. Готово. Ездит по ковру хорошо. Теперь пакет. Зацените, какой он объемный. Ох, сейчас вообще можно не стесняться. Давайте смотреть, как это все работает. Но мощность у него должна быть ого-го. Что хочу сказать. По первым впечатлениям, пылесос бомба. Посмотрите, сколько шерсти собралось на щетку. Это просто какой-то кошмар. Затянулся ли сюда тот самый пакет? Пакет на месте. Это хороший показатель для строительного пылесоса. Он смог забрать такой огромный мусор. На самом деле, круто сосет. Мощность хорошая. Я лайк ставлю, а ты как? Ура, я наконец-то пропылесошу диван. Определенно, этот пылесос для нас находка. Даже очень хорошо справляется с собачьей шерстью. Теперь нужно будет почистить еще два других блока. Но это будет попозже. Потому что сейчас мы с вами переходим к распаковке самого главного. К нашей новогодней елке. Будем сейчас ее проверять. Но этому пылесосу определенно лайк. Кто ищет себе классные пылесосы. Это не реклама, к сожалению. Но такая вот личная рекомендация. Обращайте внимание на керхер, потому что у них реально цена-качество всегда выигрывает. Ну и встречайте, наша красавица сезона 2003-2024. Елочка высотой 240 сантиметров. Самое главное, что было для меня, кроме высоты, это наличие уже имеющейся на елке гирлянды. Я нашла подобную на зон, которая мне нужна. Примерно как-то так она должна выглядеть. И немаловажный факт, елка должна была быть заснеженная. Мы ее еще не открывали, не проверяли, хотя срок возврата уже истек. Если что-то не так, деваться некуда. Хорошо, что она беленькая. Также хотела сказать, что бюджет, конечно же, был ограниченный. За 70-80 тысяч точно можно найти красивую елку с гирляндой и заснеженную. Но я не хотела тратить такие деньги, потому что мы стараемся менять елку как можно чаще. Многие спрашивают, зачем? Просто потому что они же разные. Разного диаметра, разной высоты, даже разной формы, разного цвета. И, честно, хочется всегда чего-то новенького. О, это у нас верхушечка. Боже, мне кажется, если мы соберем, то мы потом не разберем. Также есть четвертая часть и есть, самое главное, подставка. И открытка с наступающим Новым Годом. Что-то, мне кажется, я сдаю назад, потому что боюсь, что если мы соберем, придется ее уже наряжать. А я к этому не готова. Но она очень тяжелая, я так понимаю, что тяжело собирается. Так что не обижайтесь, пожалуйста, елку вы увидите в одном из следующих роликов, когда мы уже с вами будем наряжать дом к Новому Году. И я ее, наконец-таки, поставлю, и мы ее с вами нарядим. Денис все-таки решил проверить каждую детальку, чтобы она была рабочая. Потому что это уже не первая елка в этом сезоне. Кто на телеграм-канал подписан, те в курсе, что мы заказывали также сезон елку. Но она работала на 50%. Поэтому уже научный опытом проверяем эту. Есть несколько режимов работы, попереключай. Есть мерцание, моргание, появляющиеся огоньки. Классический есть. О, ну такая прям очень яркая бежуха. Переливашка, да, такая небольшая. И Денис вот так вот подключает каждую веточку, проверяет, работает или не работает. Сейчас внимание, момент истины. Ура, все работает. Верхушку уже проверили, она оказалась рабочего характера, поэтому убрали. В принципе, за свою цену выглядит очень даже хорошо. Я свою купила где-то за 32-33 тысячи. Очень даже неплохо. Ну что ж, друзья, на этом моменте, в этой необычной, так скажем, елокации, мы с вами завершим эту большую распаковку сезон. Она была действительно большая, мега масштабная распаковка. Очень много было всего новогоднего. Так что, надеюсь, вы подзарядились новогодним настроением. Может быть, что-то даже для себя нашли. Какие-то идеи для подарков или идеи для декора дома. В любом случае, надеюсь, что была для вас полезна. И не просто подняла настроение, а действительно подтолкнула заказать что-то интересное. На этом все. Спасибо всем большое за просмотр. Увидимся с вами в новых роликах. Очень заряженно и замотивировано снимать для вас очень много новогоднего контента. Так что, не забывайте подписываться и ставить лайк на ролик. Чем больше лайков, тем у меня больше мотивации снимать для вас что-то поистине классное. Всех люблю и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok